добрый день друзья с вами дамир и очередной бой на я панцира 4 по т6 уровня германии предыдущих боях я играл в пассивно то есть если мой первый бой на мастера когда прям первую свою правила сделал мастера я играл в редшир и там много пассивно настрелял с одной позиции следующий бой на линии зигрида тоже занял кустовую позицию с которой я много успел настрелять данный же бой какой степени может быть тоже по факту такая вот одна позиционная с одной позиции я постреливаю но все-таки она данный бой более активный а следующий бой будет действительно активный потому что будет городская карта там на том месте так тупо просто не постоишь поэтому как получится так и стреляем здесь вот реально повезло что меня не пробил и все его он сгорает дальше селлюсь и все хочу рассказать про то каким образом можно нем играть лучший способ играть на нем как по факту на е25 ты занимай там кустовые позиции и настреливать на стрельта стрелять вас сумасшедший дпм за счет дпм можем очень много настрелять очень хорошая точность еще к тому же и в эту точность дпм позволяет как е25 очень много настреливать аннигилировать особенно шестые уровни а можно играть еще в активную игру когда попадаем в топ и понимаем что можем просто счет дпм убить какого-то противника вот и можно скажу так играть в размен получим там один-два выстрела зато там вынесем какого-то одного противника или двух противников вот за счет именно печь повторюсь дпм и альфы 220 у нас перезарядка быстрее чем у 3 4 85 то 3 4 5 альфа 180 у нас 220 и вот за счет того что у нас альфа выше мы можем все много настреливать про оборудование я уже говорил в предыдущем видео и советую возить обязательно врага обязательно возить нужно высылатель чтобы увеличить опять же дпм следующий вариант там уже на ваш полностью идет выбор либо вы ставите маски расчет на сеть чтобы стать более незаметным любую ставить например винтик чтобы увеличить опять же дпм и базовый обзор я поставил винтик ведь я пример играю без без маск сети потому что танк сам по себе является очень незаметным и так для меня лучше было поставить на него винтик увеличить тем самым все характеристики чем поставить нас сеть и светится все равно после выстрела все все маскировка слетает не та же самая сеть слетает после выстрела и поэтому от него пользы козы стоишь и настреливаешь не такая уж прям большая своя маскировка тоже просто шикарные вот за счет дней в нее можно тоже играть есть но опять же повторюсь на полос на ваш ваш выбор что него на него ставить а далее нужно быть ремку поставить поставить аптечку и здесь такой большой соблазн поставить либо огнетушитель я советую оставить автоматически он используется редко но зато он всегда полезен вам не нужно просто постоянно быть на готове нажать на четверку 1 4 4 стоит вот всегда на готове и все равно пока вы нажмете вы потеряете достаточно много хп а это все таки очень важное чтобы выигрывать количество хп и поэтому лучше стать огнем автоматически не тушите листья вас подожгли один раз там идет прогорение и все вы сразу же потушились это огромный плюс поэтому совету ставить именно авто если же вы хотите увеличить опять же все характеристики танка то ставьте шоколадку я поставлю шоколадку специально чтобы опять же в обзору тпм все это увеличить сведение чтоб танк стал просто мега комфортный вот и к тому же я все таки играл определенный результат это набивание статистики это в н8 в н8 фармится просто шикарно и поэтому мне нужно было все таки максимально вот увеличить свой дпм чтобы много-много настреливать вот таким-то образом если я все время повторюсь в тп минут увеличить дп в минуту у тебя скорострельность увеличить а какой же действительно у него дпм если у него при стопроцентный экипаж просто без всяких там оборудование и так далее просто стопроцентный экипаж у нас урон минуту получается 2444 2444 по факту у нас две с половиной тысячи дпм минуту просто состав процентном экипажа без боевого братства без досылатель там извините ли без шоколадки просто две с половиной без всего этого без всех этих вот оборудование снаряжений если мы поставим там ссылатель эту плюс 10 процентов видим со плюс пять процентов по его просто плюс пять процентов шоколадка плюс 10 процентов у нас получается урон минуту более 3000 действительно посчитаем 10 10 30 в итоге у нас получают сколько 130 до максимальной что может быть у экипажа или 125 вот по факту мы там увеличим вот на вот это количество процент процентном соотношении свой дпм сини получаем более 3000 можем могу даже посчитать сколько приблизительно мы получаем приблизительно мы увеличиваем на четверть свою скорострельность так 2 500 нужно разделить на 4 так это получается у нас 600 да как раз вот три тысячи три тысячи сто становится дпм и минут таким вот дпм в минуту мы и стреляем по факту мы имеем дпм как танки 10 уровня при этом с тэшки до действительно высокий вот такой дпм за счет чего можем просто всех развалит у нас нас будет ехать примеру на аллее прохоров киста нас вот по пруд там все то мы можем к не нас доедут то от них ничего не останется мы просто их за минуту убиваем вот такой вот плюс плюс еще мы не светимся кисть будем стоять на аллее очень хорошая маскировка у нас очень хорошая скорость 40 км в час то есть мы можем убежать из мы видим что к нам приближается противник и что мы сейчас сейчас скоро засветим все не можем уже перестреливаться пример не за сом третьем примеру да мы можем просто развернуться и убежать у нас хорошая маскировка нас есть из 3 сего обзором 350 в любом случае нас не высветит вот хотя пример смотрите у и со 3 обзор 350 в нашей поташке тоже 350 обзор наша страшка поташка шестого уровня а строга мы имеем имеем максимальный обзор опять же база база обзор 350 и ставить эти вот к нему преимущество разные ну опять же шоколад шоколадку там вентиль боевого братства обзора становится не 350 условно 380 у нас даже база обзор становится очень хорошим есть даже вот мы крутить и так далее нас обзор хороший защищем можем кого-то посвятить и можем даже вот именно вот не стоим на том месте а и вот активно ехать и просвечивать если не пример перед нами не за какой он кого два или там то 150 моего точно засветим раньше даже движение чем он нас потому что у них нет никакой маскировки никакого преимущества нету маскировки а у нас даже когда мы едем мы имеем большую маскировку конечно мы не лт кстати замечу лт имеет одинаково маскировка что движение что без движения то есть если лт стоит просто на том месте он имеет слон маскировку там 50 если он едет то он имеет ту же вас круг 50 лт теряет на своем аскаров только при выстреле только при выстреле лт терять свою вот такой вот ну вот бой на мастер получился конечно союзники тупили один не ехал другой то что там вытворял на базе стоя но в общем повезло все-таки black prince затащил этот бой мы выиграли вот так взял мастер до минуса хожу то что делать ничего здесь не подделаешь вот следующий теперь бой химмельсдорф здесь как вы видите уровень боев уже не такой прям вот приятный и что здесь отделу якобы всегда ездил но чаще всего езжу на горку даже бывать на тт еду на горку потому что не очень люблю банан бананы ты стоишь тупы там что-то перестреливаешься может даже никого-то не пробивать а тебя будут пробивать что мне безумно не нравится жду я тоже не особо люблю играть почему потому что там либо арта можете прислать прямой есть арта там стоит либо там вообще никто не едет мы часто бывает что просто на этой половине поля никто не играет если пример наши игроки поехали на ту сторону соперим все приехали на гору то гора убивается и все как бы все остальное тоже пиво свой то есть очень важная . химмельсдорфси это гора получас делать за этот замок стоит еще очень важная . это банан если тт-шки быстро приезжает банан всех убивают теперь становится очень плохо если получается на горке где замок все еще стоят там ничего не происходит все друг другу боятся а тт-шки прошли убили всех на банане едут дальше то тоже становится очень плачевно вот как раз данная ситуация то есть мы здесь поделись на горку у нас есть еще только ничего не происходит тяжи противника уже все банан проехали едут дальше наших убивать вот такая вот типичная ситуации это уже ситуация когда мы можем реально проиграть потому что уже видите ты один не в нашу пользу ну здесь скажу так у гостей не повезло вот мы убили скажем так с горки и со 6 то есть здесь вот плюсик тобой но все равно них тяжи дашь продолжать ехать ехать они видите еще фуловые вот тут необычная ситуация наш на 6 муц решил поехать один и один прорвался всю горку то есть вот мультис действительно огромный молодец он всех там порвал и на горке больше никого не осталось который те которые могли нам пример помешать стрелять с горки вот я остаюсь здесь на горке и начинаю выцеливать от нового то второго чтобы по ним бесплатно пострелять тут тяжи уже там один тяж 134 начал брать базу другой из стрелить и начал на горку там он потихоньку подниматься но ему там все-таки мешает с тэшка чтоб он поднимался тут наш муц решил почему-то один ворваться к ним и сзади как видео сколько там противников я не знаю почему муц решился на такой шаг молодец он скажем так горку порвал но вот вот этого движения когда он ворвался на в кучу кучу танков как-то неприемлемо наши тут убивают т-34 вернувшись назад эти вот т-59 борщ из 3 начал убегать я дальше стою на одной позиции как бы я вроде даже не пострелял ничего не предвещать не предвещает что я вот что-то настреляю возьму мастера я даже сама сейчас смотрю и думаю ничего живут не предвещает чтобы я например на стрелял но потом скажу так началось шоу когда я уже начал постреливать так что хочу еще рассказать плюсы минусы танка то есть очень важная вещь нужно взять и рассказать какие есть плюсы так и минусы в целом подвести итог кожи все-таки этот танк хороший или плохой предыдущий обзорах я это обед как бы не упоминал и вот решил все таки рассказать какие есть плюсы какие минусы давайте начнем с плюсов максимальная скорость 40 метров час то есть очень хорошая подвижность очень хорошая точность то есть все то поставить что у меня стоит там 03 точно становится то есть точно очень хорошие сведения быстрая то есть у него 17 номинале и становится еще быстрее где-то 13 условно а сведение то есть очень быстро с очень хорошая точность вот то есть у них ком комфортная пушка 3 плюс у него очень хорошая незаметность машины такой низкий профиль из чего он может стоять в кусту и не светиться даже стоя не в кустах он может не светиться такой низкий профиль у него очень хорошая маскировка какой я 25 по факту ну шелси 25 но все-таки наша плюс у него это высокий урон минуту сидели у него там со всеми оборудованием 3000 3100 урон минуту потрясающе просто урон минуту то есть у него получается уже по факту четыре плюса а теперь какие же минусы я панцир 4 1 самое важное это слабое бронепробитие из-за чего он при на бабашках играть очень некомфортно под калибер имеет 171 пробитет тоже мало против играет тех же восьмерок может против 671 это достаточно играть вполне то против восьмерок это очень-очень мало любите 171 нужно пробить уровень 200 за 199 чтобы какой-то бронепробитие в районе 200 был чтобы играть со смертью 171 этого очень мало и что какой еще него минус нет брони но как бы компенсируется что у него здесь скорость но как бы брони нет ну я не могу сказать что это такой прям минус поэтому я его отниму как будто его нет этого минуса и по факту что не остается четыре плюса шикарных плюса и один минус это его бронепробитие то есть у него вот эти плюсы заменяются минут этим бронепробитием что там будет слишком имбовы если у него еще будет пушка хорошая ну что делать ну там если брать эти четыре плюсы и один и сильный минус мы получаем что у нас очень такой комфортный танк здесь ситуация интересная получилась у нас очень комфортно танк во всех номиналах кроме бронепробития и 4 плюс один минус говорит то что танк очень хороший не имба но прям вот очень-очень хорош на котором можно играть качать в н-8 и все дела но так все-таки проходной подошли играть на подкалибер их уходить минус на нем не айс но это все смотрите другие видео всем пока пока бро братан братишка подпишись